И еще о патриотах. Исследовали местность и искали останки солдат, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Военно-патриотический клуб поиск вернулся из Карелии. Наша съемочная группа пообщалась с поисковиками. Полторы недели бесконечных поисков, 100 километров пути по болотистой местности. Бойцы из Красного, так ребята из поискового клуба называют себя, отчаялись найти в указанной местности останки советских десантников. У меня вот так вот током пронзило, от головы прям до пят, прям вообще как пронзило током, потому что наш первый боец, которого мы нашли, и мы работали данным бойцом два дня, ну полтора дня. То есть этот день, да, раскоп очень был большой по диаметру, 7 метров только диаметр был в разные стороны. Почему? Потому что останки были далеко расположены друг от друга, в разных частях. Валерий Власов, один из участников экспедиции. Около еще одного павшего солдата нашел пуговицы. По ним и определили, кому принадлежат останки. Потихоньку ножами вокруг костей. Потом я заметил, пуговицы достали, начали пуговицы чистить. Потом заметили, что на пуговицах есть звезда наша. Вот тогда у нас появилась радость. Да, вот то, что вот мины были, там, гранаты были не разорвавшись, конечно, было страшновато, что вдруг там вот нарывешься на них там. Было страшно, но ребята шли от ориентира к ориентиру, сверяясь с картой и описанием места захоронения. Они единственные, кто проделал весь путь пешком. За это их прозвали железные люди. Каждый день мы преодолевали в одну сторону, либо 10, либо 18, около 20 километров только в одну сторону. И несмотря на дожди, и нас назвали железные люди, что всегда мы их шли пешком. За время работы поискового отряда наши бойцы обнаружили останки пяти солдат. Троих подняли самостоятельно. Лагерь 400 волонтеров располагался на местности в 5 километров. Отсюда ребята уходили на поиск в разных направлениях. За 18 дней им удалось обнаружить останки 75 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их торжественно захоронили. Участники военно-патриотического клуба «Поиск» привезли с собой часть найденных предметов. Гильзы, каску, лопату, подкову, осколок 120-миллиметрового артиллерийского снаряда. Всего более 50 экспонатов. Все они будут храниться в школьном музее. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, телеканал «Север» вы можете...